вначале небольшая вставка продолжение к первой части видео далее непосредственно вторая часть видео примеры работы скриптов если зайти в отчеты в аудит здесь просмотреть журнал аудита здесь мы видим то что мы создавали и обновляли данные триггеры то что удаляли созданные триггеры через команды во второй части видео рассмотрим примеры работы скриптов по zabbix api вначале рассмотрим на каких языках есть готовы уже модули утилиты и скрипты они у нас находятся в официальной документации в разделе библиотек данный момент ссылка не работает на момент написания я их скопировал они находятся под шапкой готовы варианты клиентов http и утилиты вначале здесь идет решение на python перечислены данные ссылки далее модули ansible два модуля ниже у нас идет ruby несколько библиотек далее идет crystal ниже идут модули на pearl здесь у нас дополнительно еще указано дата ниже идет java после идет php для windows powershell ниже java script далее type script c sharp ниже идут еще дополнительно различные языки то есть можно выбрать уже готовые модули на языке который вам больше нравится и использовать их если они вас устроят некоторые примеры где использоваться api zabbix первое это оповещение telegram здесь у нас используется язык python например данная строка у нас отвечает за запрос активных триггеров на дашборте данная строка у нас выглядит в синтаксисе kurl следующим образом ниже описано описание что в данной строке запрашиваться ниже пример с фильтром где используется вывод без описания триггеров второй вариант оповещения через telegram также использует язык python также zabbix api у нас использует grafana api то есть здесь она подключаться как раз таки на данный ip zabbix по протоколу api также grafana использует базу данных еще что использоваться на zabbix api чем пользуюсь я это расширение для браузера zabbix view она также работает на api данное расширение в целом данных расширений и дополнений которые работают по протоколу api достаточно много они могут связываться как со сторонним программным обеспечением либо какими-то дополнениями может быть для считывания информации из zabbix а либо наоборот запись информации в сам zabbix перейдем непосредственно к рассмотрению скриптов на баше вначале рассмотрим более простые варианты далее немножко усложним их вначале рассмотрим скрипт авторизации информации о текущем пользователе вошедшим в систему и выхода для этого скопируем скрипт для примера создадим скрипт 2sh вставляем здесь у нас прописываться ip адрес zabbix сервера можно попробовать указать localhost либо 127.2001 работа от не во всех случаях нужно проверять далее идет стандартный логин пароль от zabbix здесь у нас указаны переменные данная переменная у нас подставляется данную строку url то есть он нас подставляется в конце строки здесь у нас формируется команда запроса также подставляется переменной после чего это у нас все выполняется выводится результат здесь идет обработка вывода результата далее проверка на ошибки если строка у нас содержит ошибки через set это у нас преобразуется в одно слово ошибка получаем ошибка равно ошибке после чего у нас условия выполняются и переходим к блоку ошибок то есть запускается данный блок здесь у нас вводятся различные переменные первая переменная это выводится на каком блоке у нас произошла ошибка то значит данная ошибка далее сгенерированный запрос который выполнялся и какой мы получили результат то есть что за ошибка и дальше выход из скрипта если у нас все проходит успешно мы получаем сообщение то что мы успешно авторизовались далее формируется запрос об авторизовавшимся пользователем далее данная строка у нас подставляется в выполнение через куру и выводится информация после получения информации формируется команда на выход здесь у нас также проверка на ошибку если у нас содержится слово ошибка где-то в строке при выполнении в результате здесь у нас опять же ошибка равно ошибки и выводим все данные переменные в блок с ошибкой сохраняем данный скрипт даем права на выполнение и выполняем данный скрипт здесь мы получили с первого блока то что вход в систему у нас успешен мы получили идентификатор далее мы получили строку об авторизовавшимся пользователем и после получили успешный выход из системы zabbix api например поставим неверный пароль добавим здесь цифру 2 выходим с сохранением запускаем данный скрипт здесь мы получаем блок об ошибке в ошибке у нас прописывается то что неверный логин либо пароль не удалось авторизоваться то есть по такому принципу у нас работа от скрипт здесь мы прописываем необходимые команды на выполнение то есть это либо создание триггеров узлов сети графиков либо обновление удаление то что нам необходимо сделать далее рассмотрим более сложный скрипт который подставляет текущую дату через глобальный макрос данный скрипт копируем вставляем здесь данный скрипт немножко изменен то есть начало здесь у нас одинаковая далее у нас выводятся ошибки также при вызова блока ошибки у нас отправляться zabbix trapper информация об ошибке на zabbix сервер в данном случае это узел непосредственно самого zabbix сервера далее на получение информации настроен триггер на ошибку если есть какие-то ошибки то что не удалось выполнить данный скрипт срабатывает триггер далее у нас идет авторизация здесь у нас добавлен выход если вышла ошибка запускаем блок ошибки и тут же выполняем выход также добавлена очистка переменных следующий блок идет сразу же выходом сделано это для того чтобы если какой-то из блоков выйдет в ошибку чтобы пользователь из системы ipi zabbix успешно у нас вышел например мы получаем ошибку при запросе глобальных макросов какие у нас уже созданы и делаем выход то есть попадаем на данный блок здесь мы отправляем выше ошибку и выходим из zabbix api аналогично прописано в других блоках блок обновления глобального макроса также прописано если у нас ошибка выполняем дополнительно сразу же выход чтобы не висели лишние сессии авторизовавшихся пользователей по данному скрипту здесь вначале прописываем через запятую создаваемые макросы то есть формат даты далее здесь у нас формируется переменная фильтра запроса глобальных макросов для подстановки в команду curl сделано для того чтобы если данный макрос у нас уже создан в zabbix то команду на выполнение создания данного макроса не выполнять если данного макроса нет на zabbix сервере то выполняем команду создание если просто оставить команду создания мы будем получать ошибку ошибка будет скидываться на zabbix сервер и будет срабатывать триггер поэтому дополнительно добавлено проверка создан данный макрос или нет здесь у нас выполняется запрос далее идет получение данных что мы хотим получить в ответ и задается фильтр то чего мы запрашиваем далее получаем ответ и проверяем найден данный макрос или не найден если не найден запускаем процесс создания глобального макроса далее задаем соответствие даты к макросу то есть если у нас имеется макрос с именем data у него будет следующий формат даты год месяц день следующий глобальный макрос это datr здесь будет указываться день месяц год и так далее в данном примере здесь указано 4 глобальных макроса далее проверяем соответствует ли дата текущей у данных макросов то есть в первом случае когда мы запрашивали макросы мы уже получили в переменной также их ответы если дата совпадает делать нам ничего не нужно если дата не совпадаем запускаем обновление глобального макроса выполняется данная функция по обновлению даты глобального макроса после проверки всех четырех глобальных макросов если все у нас прошло успешно переходим к блоку выхода из zabbix API рассмотрим пример работы сохраняем данный скрипт например здесь удалим данный макрос здесь напишем какой-нибудь текст здесь напишем несколько цифр обновляем макросы обновлены далее переходим к выполнению скрипта здесь можно прописать имя узла запускаем получаем вход в систему успешен отображение существующих глобальных макросов даты здесь он нам пишет то что макрос не найдем переходим к созданию изменение даты в глобальном макросе здесь он нам выдал ошибку то что не удалось изменить значение глобального макроса так как на момент проверки данного глобального макроса еще не было создано сформирована команда выполнения на данную ошибку далее отправка zabbix траппером ниже изменение даты здесь у нас все прошло удачно и выход из zabbix API обновляем страницу обновим страницу выйдем с нее и снова зайдем получаем при обновлении текущие даты кроме первого макроса так как он у нас создался но данные в него не подставились запустим скрипт на выполнение еще раз здесь он нам пишет то что макрос найден уже все соответствует здесь он выдал то что дата не совпадает так как здесь у нас была прописана тест и он ее поправил обновляем дата у нас прописалась здесь скрипте получилась логика то что он сперва проверяет дату и если она не верна он ее пытаться исправить но в том же случае если макроса еще нет он выдает просто ошибку далее он его создает но дату он уже в него не прописывал то есть дата прописываться только со второго раза запуска скрипта то есть здесь получается то что мы когда запрашиваем список макросов если его нет он у нас создается в данном блоке далее у нас идет сопоставление макроса к дате но на этот момент у нас был запрос выполнен выше и его списке не присутствовало в данном случае цикл он не проходит и дата в него не записываться если делать чтобы он за раз создавал и прописывал дату нужно делать два цикла проверки то есть сперва мы запрашиваем чисто только существует или нет макрос если макрос у нас не существует создаем после чего делаем снова запрос макрос у нас же существует он попадает в цикл и в него подставляться дата здесь же это все происходит в одном цикле поэтому отсутствующие макросы значение проставляться со второго запуска также по созданию данного скрипта есть команды для тестирования различные по раздельности то есть запрос глобальных макросов запрос с фильтром только даты прописываться данный фильтр здесь у нас вывод без значения здесь у нас вывод без макро и здесь у нас непосредственно сам макрос и значение варианты ответов еще примеры запросы с фильтрами далее идет создание и выход рассмотрим еще один пример для создания триггера с множественными условиями а также создание графиков примеры для создания здесь условия у нас заданы вручную для примера тестирования далее данные условия у нас будут создаваться автоматически из скрипта и подставляться в создаваемый триггер рассмотрим это все более подробно данный пример основывается на open crowd monitor здесь у нас есть один прототип элемента данных он идет у нас для всех элементов данных температуре нагрузки сети нагрузки процессора и другим различным датчиком из данного прототипа у нас создается несколько однотипных элементов например у нас создается 8 элементов данных по температуре если на каждый элемент создавать по два триггера по температуре и у нас температура превышаться сразу на нескольких ядрах срабатывает несколько триггеров зависимость сделать здесь не получится создавать такие триггеры вручную не совсем хочется поэтому был доработан скрипт здесь на примере версии 3.6 добавлено в следующий блок когда у нас идет фильтрация для групп и единицы измерения определенных датчиков например датчик у нас температура единица измерения это градусы цельсия здесь мы генерируем элемент данных для триггера далее здесь у нас будет значение на 60 и на 70 градусов также можно сгенерировать для всех датчиков ниже у нас идет формирование триггеров то есть множественного значения для триггера далее идет имя для триггеров указываем важность триггера и указываем комментарий далее это у нас передается все аргументами дополнительный скрипт по созданию триггеров здесь у нас создается два триггера на 60 и на 70 градусов аналогичным способом будут создаваться множественные графики то есть при обнаружении на каждый элемент мы график создавать не будем но чтобы не создавать их вручную сделаем что-то подобное для создания автоматических графиков далее у нас есть скрипт для создания триггеров здесь у нас идут входные переменные аргументы далее здесь у нас блоки идентичные которые мы разобрали здесь идет проверка есть уже данные триггеры или нет далее идут дополнительные проверки здесь задается зависимость от узла сети то есть если нету пинга от забикс агента агент недоступен далее данная зависимость у нас идет к процессу то что у нас данная программа запущена и уже идет непосредственно на завязку на триггер здесь у нас разбито по строкам для визуального восприятия что куда подставляться то здесь данная переменная подставляется и уже из них создается триггер после создания происходит выход данные переменные у нас прописаны все верхние части скрипта пример работы рассмотрим возможно в другом видео также есть вариант без использования самого скрипта обнаружение датчиков сделать чисто скрипт для API то есть он будет запрашивать элементы данных для например openhrad monitor какие есть далее он будет смотреть какой группе относится элемент данных и на основе этой группы будет объединять либо триггеры либо создавать графики либо как здесь обнаруживаются датчики и тут же передается следующий скрипт на создание триггеров также скрипт по созданию графиков еще не доделанный если подумать если сразу сделать обнаружение создания элементов данных прямо в узле через API тут у нас есть один минус в том что если мы добавляем описание описание будет не шаблонное а для каждого элемента свое хотя и одинаковое то есть обнаружение лучше делать обычным скриптом низкого уровня обнаружения а создание множественных триггеров уже можно реализовать через API ролик уже получается достаточно длинным и на этом завершим это очень важно 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 это очень важно